Братья наши меньшие никогда не перестанут нас удивлять своим поведением. Эта кошка нашла безопасное место, где до нее не доберется пылесос, ведь она его боится, как и многие остальные коты. Если вы не понимаете, почему печеньки так быстро заканчиваются, то, возможно, вам стоит внимательно понаблюдать за своим питомцем. Ее взгляд так и говорит, я просто хотела помочь с украшениями. Кто-нибудь знает, почему кошек так манят новогодние елки? Привет, с вами канал Фактория. Мне просто нравится этот прекрасный вид. Вы, людишки, не понимаете искусства. С каким же интересом он разглядывает обогреватель? Удобство в понимании кошек – это та вещь, которую человек никогда не сможет принять. Как ему удается с таким наслаждением лежать на перилах? Судя по неровному краю, коробка для него не только удобнейшая кровать, но еще и достаточно вкусное лакомство. Кошачья логика гласит – нет ничего удобнее, чем нижнее белье хозяйки. Фотографию нам прислала наша подписчица Арина. А в комментариях подметили, что мужская логика в этом случае готова согласиться с этим высказыванием. Когда хозяин нашел твой тайник, в котором ты собрал все самые ценные, по твоему мнению, предметы. Теперь придется искать другое местечко. Выглянул на балкон новой квартиры, и меня с удивленными глазами поприветствовали мои соседи. Интересная ситуация. Думаете, детские игрушки понравуют только людям? Коты также не прочь прокатиться на лошадке. Настоящий мохнатый ковбой в семье. Гравитация – это та штука, которую коты полностью отрицают. Посмотрите, он даже не прилагает никаких усилий, чтобы не свалиться вниз. Мой питомец освоил айпад. Он уже достаточно долгое время, не отрываясь, что-то смотрит на нем. Теперь боюсь, что придется покупать для него отдельный гаджет. Коробка лучше любой лежанки. Это факт. Даже вдвоем в ней удобнее, несмотря на то, что немного тесновато. Хозяин, ну чего ты так на меня уставился? Я не понимаю. В смысле сломано? По-моему, с этой штуковиной все в порядке. Стою на парковке и в мою машину запрыгивает кот. Похоже, что он даже не намерен уходить. Теперь он мой? Именно так заводят котов? Этот кадр нам прислала Катерина в группу во Вконтакте. Коту обязательно нужно занять ту сторону, где почти нет свободного места, когда на другом краю совершенно пусто. Описать то, что происходит на этом кадре, очень сложно. Но такое впечатление, будто кот хвастается тем, что он живет в доме, а пернатые на улице. Грациозность – это одна из отличительных черт большинства представителей семейства кошачьих. Вы только посмотрите на этого наездника. Настоящий полководец. После того, как зашел на кухню и увидел такую картину, в голове возникает мысль о том, что лучше уйти отсюда и сделать вид, что ты ничего не видел. Когда я работаю за ноутбуком допоздна, мой кот приходит ко мне и засыпает в такой позе. Сначала я этому сильно удивлялся, но со временем привык. Это мое. Потому что на нем написано мое имя. Сам посмотри, тут слово кот. Да и цвет неплохо подходит. Еще одна способность, которая присуща семейству кошачьих – превосходный навык маскировки. Сами взгляните, как искусно им удается выдать себя за птиц, находясь в птичьей кормушке. Кот моего парня постоянно сидит в такой позе. Его семья уже привыкла к этому, но я до сих пор считаю, что это довольно странно. Разве нет? Иногда во время своих игр коты попадают в ловушки. В этом случае Мохнатова в плен взял рулон изоленты. И без помощи хозяина тут уже не обойтись. Перед вами кот нашей подписчицы Елены. Она рассказала, что ее кот обожает спать на клетке хомяка. Наверное, выжидает подходящего момента, чтобы полакомиться им, когда хозяева не будут видеть. Собирала чемодан, отвернулась на мгновение, и он уже тут как тут. Похоже, что мой кот тоже хочет со мной в отпуск. И вновь мы убеждаемся, что размеры коробки совершенно не имеют значения. Ведь по кошачьей логике они резиновые. Более подходящего места точно нельзя было найти для того, чтобы вздремнуть. Ведь кроссовок мягкий, а батарея теплая. Даже несмотря на то, что мы уже давно одомашнили котов, их животные инстинкты никуда не делись. Но большинство хозяев вряд ли оценят, когда к их ногам поднесут такой дар. Еще одна кошка решила замаскироваться под птицу. Или же она ждет, пока будущий корм вылупится из скорлупы? Присылайте по ссылкам в описании примеры кошачьей логики, которые обладает ваш питомец. Кто-то завел котенка и пока не осмеливается оставлять его одного дома. Поэтому, когда семья уходит, то он остается в клетке. Каково же было их удивление увидеть, что, оказывается, они завели паука. Как известно, кошкам законы не писаны. Они делают то, чего сами захотят. На табличке написано, что кошки не допускаются в этот парк. А теперь сосчитайте, сколько вы их здесь видите. Хотелось бы сказать, что ему должно быть там крайне неудобно. Но вот его глаза говорят совершенно об обратном. В них читается одно лишь наслаждение. Любопытство кошкам не занимать. Они должны проверить все. О, ты открыл ящик с одеждой? Дай-ка глянуть, что ты там от меня прячешь. Еще один питомец не смог совладать собственным любопытством. Еще бы! Из духовки ведь всегда так вкусно пахнет. Думаете, только собаки любят пить из унитаза? Некоторые коты тоже считают, что в унитазе самая чистая, а главное, прохладная вода. В нашей группе во Вконтакте вы можете увидеть множество примеров непостижимой для человека кошачьей логики. Питомец одного из наших подписчиков не против поспать даже в сковородке. Человек, ты на меня так смотришь, будто я что-то сделал не так. Я ведь сюда поместился? Значит, это место было сделано для меня. Кстати, когда я вырасту, купи кормушку побольше. А в эту емкость влезло целых два кота. Рыжему вроде как удобно, а вот про второго сложно сказать то же самое. Знаете, что может быть лучше коробки? Коробка в коробке. Сами проведите такой эксперимент и убедитесь, что кот обязательно сядет именно во внутреннюю. Что значит это место для белья, а не для котов? Хозяин, ты у меня такой глупый, в этом доме все места для меня. Текст на листке. Я недовольна, когда миска с едой пуста. И я продолжаю ныть, пока мама не подойдет и не встряхнет ее, таким волшебным образом делая ее снова полной. Я люблю ее. Глядя на то, как твой кот ест, в голову приходят мысли, что тебе подсунули неисправное животное. Зато его точно можно назвать особенным. Кошка аплодирует тому, что ее хозяин умеет создавать огонь и готовить на нем всякие вкусняшки, которые она потом у него и выпрашивает. Любой владелец кошек знает, что ночью им совершенно не важно, удобно ли тебе будет спать с ними. Главное, чтобы им самим было комфортно. И с собаками так же работает этот трюк. Ведь так классно, когда под тобой находится лежанка, которая еще и греет тебя. Подписчица Юля, прислав это фото, рассказала, что в этот день кот решил разбудить ее весьма необычным способом. Как бы вы отреагировали на такую картину, только открыв глаза после сна? Эта кошка следит за тем, как спасенный котенок ест корм, который ему оставили. Это ревность или опять же простое любопытство? Как считаете? Наверное, кота сильно бесит, что хозяева повесили эту штору перед его наблюдательным пунктом. И вместо того, чтобы смотреть через другое окно, он просто ее игнорирует. Похоже, что для кота камин выглядит как какой-то портал в преисподнюю, за которым он с крайним интересом наблюдает. А вот его отражение выглядит уже жутковато. Вы же не возражаете, что я тут посижу? Как эта миска для еды? Ну ничего, потом вымойте, тут просто так удобно. Знаете, что мне напоминает эта фотография? Видео, где Жан-Клод Ван Дамм сидит на шпагате между двух едущих по дороге грузовиков. Ну да, кот, лучше подушки, чем Wi-Fi роутер и придумать сложно. Ты вновь оказался прав. Владельцам котов редко когда бывает скучно. И вновь фотография, которой с нами поделились во Вконтакте. Дарина говорит, что их кот очень любит видеоигры. Поэтому с удовольствием наблюдает, как хозяева играют в компьютер. Мастерство маскировки. Я же уже говорил, кошкам в этом деле нет равных. Даже не представляю, сколько было бы шуму, если бы на хвост случайно наступили. А еще коты безумно любят забираться на какую-нибудь вершину. И чем выше, тем лучше. Ведь с таких точек обзор намного шире. Можно уследить за всем происходящим. Например, как хозяин принимает душ. Коты – это жидкость. Потому что если кота поместить в любой сосуд, он тут же растечется и займет весь объем тары. Я уже не раз вам об этом говорил. Пора бы запомнить. Чьи-то кошки так облюбили батарею в этой комнате, что им пришлось сделать здесь специальную зону для отдыха. Вроде бы они столько времени вылизывают с себя, чтобы быть полностью чистыми. Но после этого сразу же бегут валяться в горшке с цветами. Еще одно необычное место, которое ваш кот может занять для отдыха – стиральная машинка. Так что лучше проверяйте ее, прежде чем включить. Фото прислала Ангелина. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании. Мяу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok